Чем дальше человечество входит от своих истоков, чем больше мы обрываем наши связи с природой, тем дальше от совершенства мы становимся. Мы единственные существа на планете, использующие символы по отношению к чему-либо. Мы используем символы практически для всего, что может представить наш ум. Существует как минимум одно слово, значок или жест для обозначения всего, что наши пять чувств способны воспринять. Но в этом прекрасном даре сокрытый порог. Большинство людей не склонны искать и создавать их собственные интерпретации таких символов. Вместо этого они слепо соглашаются с заранее представленными определениями и скрытыми смыслами, создаваемыми неизвестными источниками. Из-за этого многое получило свое определение в нашем понимании жизни без нашего ведома. Слова могут быть извращены и использованы для манипуляции, а совсем не для информирования. Символы могут быть использованы для разделения, а совсем не для объединения. И те, кому даны ответственности власть распространять информацию населению, следует возможности делать с ней то, что сами считают нужным. Слушайте внимательно. Субтитры создавал DimaTorzok Система проходит через 12 знаков зодиака. Древние народы, такие как Хопия, Египсиане, Широки, Апачи и Майя, знали об этом великом цикле и создали согласно ему своей календарей. Этот цикл происходит от множества разных природных факторов, таких как обращение Солнца вокруг Кальциона, центральной звезды Плеяд, так же как и от 260-дневного цикла человеческой беременности. Этот цикл разбивается на 5 подциклов, по 5125 лет каждый, под которыми подразбиваются определенные эпохи. Календарь ацтеков или Солнечный камень Южной Америки изображает каждый цикл разрушаемым одним из пяти элементов. Цикл, в котором мы сейчас находимся, это эпоха Пятого Солнца, с 3113 года до н.э. по 2012 год н.э. Более точно, этот большой цикл заканчивается 21 декабря 2012 года. Не только Гейтс Майя знали об этой дате, но даже Мастрадамус предсказал ее. Четвертая земляна, на которой мы сейчас находимся, так же известна как движение, сдвиг, эволюция и сознание. Жившие хранители времени Майя заявляли, что планета пройдет через огонь, землю, воздух и воду. Последний элемент — это эфир, и он центральный. Хопи верили, что четвертый мир разрушения завершится, а в Пятом воцарится мир, 21 декабря 2012 года. Великий цикл разбивается на то, что Майя называли 13 бактунов. Земля вступила в 13-й бактун в 1618 году, который известен нам как триумф материализма, так же, как и времена Великого Забвения. Как и предсказывалось, что человечество потеряет осознание своей истинной связи с природой в стремлении к внешним желаниям. Тогда эгоизм и господство над другими стало преобладающими амбициями цивилизованного мира. И удивительно, что этот временной период был в точности тогда, когда для согласованности в мире Папа Григорий XIII выдвинул 12-месячный календарь, и тогда же у туземцев появились первые механические часы. Это стало известным как ошибка во времени. До внедрения двух этих новых инструментов в Римской католической церковь каждый год разделялся на 13 лунных циклов, по 28 дней каждый. Но самая ущербная особенность этих двух инструментов была в обнушении, что время — это нечто внешнее, что-то не связанное ни с чем человеческим существом, и что мы все должны наблюдать и чему подчиняться. Майянский пророк VII века н.э. Паскаль Ватан оставил могущественное послание для будущих поколений. Если человечество желает спасти себя от разрушения природной среды, оно должно вернуться к жизни по естественному времени. Он также предсказал наше разрастающееся технологическое общество и о вреде от нашего всеобщего отхождения от законов природы в обмен на материальные ценности. Астрология и изучение неба так же стары, как и цивилизация. На протяжении последних тысяч лет новые религии были лишь замещением языческих религий прежних лет. Люди были так заворожены этими объектами, что рисовали созвездия и придумывали о них истории. В греческой мифологии небесные тела представлялись богами. Можно заметить в строениях, стоящих по сей день, что большинство древних цивилизаций тратило больше богатств, власти, времени и сил на изучение расположения звезд, чем на любые другие занятия. Обычно это списывается просто на забавный факт. Но правда проясняется с каждым днем, как мы приближаемся к нулевому году, 21 декабря 2012. Существует расхожее неверное представление, что служение языческим религиям в наше время мало практикуется. На самом деле, язычество в развитой форме наиболее широко практикуемая форма религии. Вы можете спросить себя, как такое возможно? Ответ сокрыт почти во всех популярных религиях нашего времени. Но у кого есть власть и стремление для интеграции, по-видимому, давно ушедшей религии в такие популярные противостоящие религиозные направления? Доктор Адам Вайфсхаут родился 6 февраля 1748 года в Ингольштадте, городке Байерне, или Баварии, в Германии. Этот интересный персонаж был сыном Равина, но принял католичество после смерти отца. После изучения французских философов, таких как Вольтер, он предположительно изучал учения сатанизма во французском королевском дворе. Всемирноизвестный банкир Мейер Амшель Ротшильд из династии Ротшильдов выбрал Вайфсхаута для создания Ордена Золотого Рассвета, который и по сей день остается частным Орденом Ротшильдов. Амшель Ротшильд, для тех, кто не в курсе, раздувал американскую революцию, как освобождение Америки от Великобритании. Ротшильд проинструктировал Вайфсхаута создать Орден Древних Просветленных Провидцев Баварии. Сейчас он более известен как Орден Иллюминатов. Имя Люцифер, согласно учению ему поклоняющихся, означает «несущий свет», освещенный или просветленный. Ариопак, или Трибунал, был внутренним кругом Верховного Ордена, и где лишь единицы допускались до тайных собраний. Неста Вебстер в своей книге «Всемирная революция» пишет, «Искусство иллюминизма лежит в вербовке глупцов, так же, как и адептов, и разжигание грез, честных мечтателей или интриг для фанатиков. Работая с расшатанными умами или игрой на таких страстях, как жадность и властолюбие, из людей делают полностью разрозненные мишени для служения тайных задач самой секты. Люди с деньгами будут приглашаться, но держаться на расстоянии от настоящих тайн. Значение в том, чтобы победить властных и богатых, чтобы подорвать светское религиозное правительство и достичь владения миром. Целью Ордена было и остается однажды увести человечество от всех религий, последовательно через политическую и религиозную иерархию с помощью шантажа в форме подкупа людей во власти через сексуальные связи с местными проститутками. В 16 и 17 веках высокопоставленные руководители в политических или религиозных организациях подлежали смертному приговору за такие деяния. В 1780 году в Орден был призван барон Франц Фридрих Книге. Он был самой действенной персоной в объединении масонов с иллюминатами. Это позволило иллюминатам быстро распространиться через использование масонских лож. 29 августа 1781 года конгресс Вильгельм Псбада прогласил этот альянс официальным. Присутствующие дали клятву никогда не открывать то, что имело место быть на той встрече. Ком-то доверье, масон Ложи Мартиниста в Лионе, был спрошен о встрече после прибытия домой. Он сказал, «Я лишь могу сказать вам, что все это намного серьезнее, чем вы думаете. Хитросплетение заговора настолько хорошо продумано, что это будет, скажем так, невозможно для монархии и церкви избежать его». Позднее он прекратил свою деятельность как иллюминат. Сэр Джон Ди. Джон Ди был слугой королевы Елизаветы Тюдор из династии Тюдоров. Джон Ди был главой британской тайной службы, МИ-5. Он был также известен как практикующий черную магию и был связан с оккультизмом. Если сейчас вы впервые слышите об оккультизме или не думали об его могуществе в мире в наши дни, будьте особенно внимательны. Языческие символы, боги, ритуалы и доктрины – это основа для большинства религий, практикуемых по всему миру. Христианские и католические символы креста происходят от линии, разделяющих солнцестояние и равноденции на зодиакальном календаре. Слово «небеса» соотносится с тем, что в языческих религиях относится к небу или небесным телам. И переход от Эры Рыб к Эре Водолея на самом деле относится к созвездиям, которые, что достаточно интересно, появляются в то же самое время, когда и наступает великий цикл, о котором пророчествовали майя, так же, как и многие другие культуры. Как было сказано ранее, пантеистические ритуалы превалируют и сейчас во всех монотеистических религиях. Обрезание – это языческий ритуал, отмечающий детей мужского пола в церемониальной форме. Брак и сочетания изначально языческие, ношение кольца символизирует кольцо Сатурна. Похороны также происходят от языческого ритуала, когда водружается священный могильный камень особой геометрической формы, олицетворяя бессмертие духа. Крещение – ритуал окунания ребенка в святую воду – символизирует обновление жизни, так же, как дождь орошает землю. Святой Грааль, наполненный вином, представляет кровь, исходящую из родового канала во время менструации, а отнюдь не кровь – Иисуса Христа. Этот ритуал просто был переначан в патриархальном обществе. Мужчины не дают жизни так, как женщины, так что для символизирования дающего жизнь мужчины рисовалась кровью, которую можно было получить только от ран. В Древней Египте богиня Езида представляла собой мудрость. Фараон Ахнатон направил поклонение на себя, провозгласив себя Амоном-Ра, богом Солнца. Слово «Аминь» в конце молитв произошло от воспаления Амона-Ра. Покинувшие Египет евреи пошли дальше, на север, до Ближнего Востока, где они встретили ханаанцев, которые поклонялись богу Сатурну, Элю. Слияние имен этих трех богов образовало название этого места сегодня, известного как «Изида-Ра-Эль» или «Израиль». 98% иудаизма основаны на поклонении Сатурну. Шаббат, суббота – это день Сатурна. Поклонение, совершаемое в день Солнца, в воскресенье, происходит от египтян, поклоняющихся богу Солнца. Большинство людей просто пропускает это мимо ушей, не задаваясь вопросами. Но это царапает лишь только поверхность языческого влияния на все в настоящее время. Оно обнаруживает себя не только в религиях. Его можно найти прямо на наших задних дворах. 22 января 1783 года Конгресс одобрил соглашение, постановляющее, что все счета по кредитам имитированы, занятые деньги и долговые контракты находятся под властью Конгресса, до того, как восстановятся Соединенные Штаты, согласно существующей конфедерации. Следует считать и полагать обвинения против Соединенных Штатов для уплаты удовлетворения иска, пока не будет восстановлено доверие народа США. Кому же в США должны были эти суды? Король Георг. Я надеюсь, что для вас начинают вырисовываться картины, как Великобритания финансировала обе стран революцию в США. До наших дней Великобритания осуществляет сборы от США через налоговое управление АРС. АРС даже не является агентством правительства США. Если вы мне не верите, посмотрите публикацию АРС номер 6209. Федеральная комиссия по связи, ЦРУ, ФБР и НАСА никогда не были частью правительства США. Правительство США только держит акции и запасы в различных агентствах. Номера социального страхования также выпускает ООН через Международный валютный фонд. Гражданская война, происходившая с 1861 по 1865 года, была также спровоцирована Амшелем Ротшильдом для разделения Соединенных Штатов, чтобы заставить их влезть в долги перед Центральным банком. Целью было отдать США под управление Великобританией через огромные суды, даваемые на вооружение. Чтобы сделать это, было крайне важно поместить в спорную проблему, такую как рабство, в полную неопределенность. Прекрасно зная, что Декларация независимости создала бы шум среди южных штатов, которые зависели в большей степени от рабского труда. Она была подписана в Филадельфии, штат Петсильвания, 35 человеками, 33 из которых были масонами. Джон Браун был масоном Розенкрейцером, выдвинутым во власть Уильямом Ллойдом Гаррисоном и сенатором Чарльзом Саммером, и оба они происходили из кланов Иллюминатов. С помощью Нью-Йорк Таймса с Джона Брауна сделали героя в движении против рабства. Улисс С. Грант, бывший президент, родился под именем Хирам С. Грант. Это имя было дано ему его отцом, мастером масонов Джессом Рутом Грантом. Джесс Рут Грант работал на отца Брауна, а потом отправился работать для Е. А. Коллинза, одного из 13 кланов Иллюминатов. Улисс С. Грант был быстро поднят во власть при помощи Коллинза. С апреля 1861 по май 1864 года Грант прошел путь от звания рядового до главной команды еще всей армии объединения. С момента вступления Гранта на пост президента в его кабинет входило 8 масонов, среди которых Альфонсо Таффт, отец Уильяма Таффта, который также является предком Билла Клинтона. Джонас Миллс Банди был одним из 13 кланов Иллюминатов, и он являлся советником президента Гранта, так же как и двух следующих президентов. И член кабинета Колумб Дилана был дедушкой Франклина Дилана Рузвельта. 21 ноября 1933 года президент Франклина Рузвельт писал, Настоящая правда имеющая значение в том, что вы и я знаем, что финансовый элемент в крупных центрах всегда владел правительством еще со дней Эндрю Джексона. Отцом Авраама Линкольна был А.А. Спрингс, который входил в династию Ротшильдов. Сводный брат Линкольна работал на Льюса Кэса Пейсера в династии Мировингов, которая была тоже из 13 кланов Иллюминатов. Пейсер также владел островом Джеккел, на котором было соглашение о создании Федерального резервного банка. В середине 19 века Авраам Линкольн и Виггс отчаянно пытались удержать Эндрю Джексона от установления золотого стандарта, известного как независимая казначейская система. Партия Линкольна сражалась за установление Центрального банка, делая подобные публичные заявления. От золотого и серебряного стандартов пострадают все в той или иной мере, и очень многие потеряют все, что дает радости жизни. В этом постановлении звучат элементы тактики запугивания, так же, как и в других речах по теме, сказанных Авраамом Линкольном. Они не дают реального свидетельства или объяснения. В начале 20 века, после неудавшейся попытки Вудро Уильсона установить так называемую Лигу Наций, как результат Первой мировой войны, Уильсон и его советник Колонал Хаус создали Институт Международных Отношений. У этого института было два отделения. Одно создано в Англии под названием Королевский институт международных отношений, другое – консульство международных отношений, работающее как американское отделение в Нью-Йорке, 29 июля 1921 года. Основателями стали Колонал Хаус, Джей П. Морган, Джон Д. Рокфеллер и еще несколько других. В 1895 году государственные подоходы налога были объявлены Конституционно-Верховным судом, но сенатором Нельсоном Олдричем на Конгрессе была предложена поправка Конституции. Это станет понятнее, если отметить, что Нельсон Олдрич был также известен, как подлинный гол Джей П. Моргана, а позднее, женившись, вошел в семейство Рокфеллеров. Сегодня от 27 до 35% американских рабочих платят этот налог, и эти деньги отправляются в Центральный банк, названный Федеральным резервом или просто Федом. Для тех, кто не в курсе о Банке Федерального резерва и за что он отвечает, это банк, которым не владеет правительство, и он обеспечивает для США всю их валюту. Он контролирует уровень инфляции и объем денежной массы в обороте. Но самое удивительное достижение Центрального банка – это прекращение размена банкнот на золотые монеты, по которому Фед может отказаться заплатить свои обязательства, но налогоплательщики должны заплатить либо обанкротиться. Другими словами, прекращение размена банкнот на золотые монеты – право Центрального банка нарушать контракт безо всякого штрафа. Проще говоря, это называется воровством. Как получается, что Феду позволяют нарушить любой контракт по желанию без штрафа от правительства? Ответ прост. Банк Федерального резерва имеет власть над правительством вместо того, чтобы находиться под ним. Кэрол Квигли, наставник Билла Клинтона в университете Джоркштаун, написал о Центральном банке. Они не хотят ничего, кроме создания мировой системы финансового контроля в частных руках, с возможностью доминировать над политической системой каждой страны и экономикой целого мира, управляя феодальным образом Центральными банками мира, играя на концерте по тайным соглашениям и пребывая на частных закрытых заседаниях и конференциях. Важно отметить, что почти все основатели Банка Федерального резерва были вовлечены в планирование Совета международных отношений. С 1934 года, когда Фед был установлен, почти каждый секретарь США, все секретари по вооружению и обороне, начиная с Генри Эл Стимпсона, почти каждый глава ЦРУ, начиная с Алина Далласа, Почти все кандидаты в президенты, Дуайт Эзенхауэрд, Джон Ф. Кеннеди, Ричард Никсон и Билл Клинтон были членами Совета по международным отношениям. Джордж Буш-старший был директором этого Совета с 1977 по 1979 год. Поймите, что все эти высокопоставленные правительственные чины были пролоббированы на места поорганизованной постановке картелей международных банкиров. Повсюду происходят тайные собрания, часто одних и тех же людей, в трехсторонней комиссии, Бильдербергской группе, Римском клубе, ООН и двух ответвлениях Института международных отношений. Эти группы сородили то, что известно как круглый стол, придуманный Сесиле Роудс. Другие ответвления или предварительные группы – это Богемская группа и общество Череп и Кости Ельского университета, в которые входят Джорджи Буши, старший и ладший, а также Джон Керри. Почти каждая встреча этих групп посещается самыми сильными правительственными чиновниками, корпоративными лидерами, магнатами СМИ и королевскими семьями в мире. Эти встречи держатся в секрете, и ни слова о них не доходят до СМИ. Каким образом так много могущественных людей могут проводить встречи незаметно от СМИ и даже без публичных обвинаний об этом? Во всем этом появится больше смысла, когда вы начнете понимать, что обычным гражданам не дают знать о том, что происходит в верхушке. Кто-нибудь спорит о том, что для обретения власти в наше время больше требуется ума и расчета, нежели грубой силы? Логично предположить, что в любом спорте или игре для достижения победы вы должны держать свои стратегические ходы в секрете. Так почему это должно быть иначе в глобальной политике? Если бы я привел свой гроссмейстер и спросил его, в чем принцип о блеере, которым я смог бы стать мастером игры в шахмат, он бы сказал о следующих четырех пунктах. Тебе нужно чувство терпения, и если у тебя нет терпения, даже не пытайся начинать. Тебе нужно чувство времени, и если у тебя нет чувства времени, даже не открывай книгу. Тебе нужно иметь знания о своем противнике. И четвертый принцип в том, что тебе надо быть готовым на любые жертвы. Итак, леди и джентльмены, почему же темная сторона выигрывает эту игру? Это потому, что у них есть бесконечное терпение, они работали над этим целых 50 тысяч лет. Вот это я называю терпением. У них превосходное чувство времени, потому что они знают все об астрологии и предсказаниях, о чем мы забыли, и о чем все наши предки знали для ведения сельского хозяйства. Но сейчас у нас есть хюлианский календарь, и нас больше уже ничего не интересует. Мы рабы часов, но ничего не знаем о высшем времени, по которому мы можем управлять своими жизнями. У них есть потрясающие знания о вас. Ведь так, они очень тщательно изучали вас, как своих врагов. Ну и в-четвертых, это решающий довод, не так ли? Потому что они готовы принести любые жертвы, когда и где угодно им это понадобится. Но Адольф, это же расторгивает наш договор. Ты хороший парень. Зачем? Ты же ненавидишь войну. Ты же не будешь брать свои слова обратно. Ты че шутишь? Одно из наказаний за отказ участвовать в политике заключается в том, что вы заканчиваете тем, что вами управляют ваши подчиненные. Платон. Джордж Быш-младший, прямой потомок Готфрида Бульонского. Бульонские были слугами папы Григория VII и направляли европейских дворян на крестовые походы, для того, чтобы вновь захватить Иерусалиму мусульман. Он стал первым королем Иерусалима и герцогом Нижнего Лоррейна, который был известен как главный регион клана, связанного с иллюминатами. Буш близкий родственник каждому европейскому монарху. Он 13-й кузен королевы Елизаветы и принца Чарльза. У него также есть родство с каждым членом британской королевской семьи и домом Виндзоров. Дом Виндзоров известен тем, что он отказался от своих немецких имен после Первой мировой войны из-за критики народа. Менее известен факт связи дома Виндзоров с мощными финансовыми контрибуциями для возведения Адольфа Гитлера во власти начала Второй мировой войны. Свастика на самом деле – это символ Солнца, также относящийся к Ордену Солнца и оккультистов. Слово «нация» созвучно с Наки, одним из детей Ану. Наки – от богини-матери Нины Курсак в шумерских текстах. Даже слово «холокост» происходит из языка идиш и значит «сожжение жертвенного подношения». Генрих Гиммлер был командующим СС и одним из самых могущественных людей нацистской Германии. Гиммлер был оккультистом Седьмого Луча и был сильно впечатлен книгой «Астара», написанной Юргом Ланцем, австрийским мистиком. В этой оккультной книге обрисовывался план на зачистки этнических групп и восхождение одной расы для возрождения древней традиции рыцарей Тамплера в Средние века. Рыцарями-тамплерами была группа, впоследствии истребленной французской монархией. Уцелевшие тамплеры создали масонские ордены и тайные общества по всей Европе, из которых, как думают, сформировались иллюминаты. Важно отметить, что также предок семьи Буш и Готфред Бульонский сам был тамплером. На сегодняшний день каждый президент США без исключения имеет прямую родственную связь с британскими монархами. 20 декабря 1993 года Джордж Герберт Волкер Буш получил титул рыцаря от королевы Англии, как рыцарь Великого Креста самого благородного ордена за его достижение в войне в Персидском заливе. Вам не кажется глупым, что президент США, лидер страны, преклонил колено предкоролевы Англии к церемонии, символизирующей преданности? Так что все это значит? Это попросту означает, что во всех основных цивилизациях политическая власть удерживается в нескольких избранных кланах, и так продолжается по сей день. Открыто допускается в общественной, что главные лидеры по всему миру состоят в тайных братских орденах или присутствуют на тайных собраниях. Но что не раскрывается общественности, так это предназначение подобных собраний. Так подвольте мне сказать вам об этом. Главные лидеры по всему миру объединили усилия для того, чтобы сохранить свою власть навечно. Для этого народ заманивается в ловушку бесконечного долга, без возможности его возмещения. В свою очередь, вся собственность и активы будут изъяты за неплатеж и должников. Для тех из вас, кто не задумывается, что это значит, когда правительство владеет всей вашей собственностью, это называется социализм. Все это часть окончательной цели тайных религий. Тайная религия – это язычество, о котором мы говорили до этого. Но известные сегодня общественности, языческие религии нигде так сильно не увлечены, как эта тайная религия. Это все не так запутано, как вы думаете. Попробуйте представить такую практику менее религиозной и более амбициозной. Амбиция – это достигнуть просветления. Здесь не увлечен какой-то сверхчеловеческий интеллект или фантазии. Дары Бога очень просты. Вездесущность – власть одного существа или сознания быть повсюду одновременно. Всезнание – власть знания всего, что может быть познано. Всемогущество – владение безграничной властью. Все это мы видим сегодня. И это нельзя отрицать. Если вы все еще не верите в то, что тайная религия существует в наши дни, просто посмотрите вокруг. Везде буквально тысячи статуй и эмблем древних религий на каждом политическом учреждении. Даже на военной униформе эти символы можно найти везде. И не только в США. Те же эмблемы можно найти на военной форме каждой страны. Так почему они там? Потому что жизнь, забранная в особое время, в особом месте и особым способом, становится жертвоприношением. И далее, чтобы проиллюстрировать это. 20 марта 2003 года президент Буш начал бомбардировку Багдада в 5.50 по багдадскому времени. Это продолжалось до 21 марта. В СМИ это назвали шок и страх. Согласно тайной религии, эта дата известна как канун Астары. И чаще ее знают как день весеннего равноденствия. Оккультисты поклоняются богине Земли Геи и в настоящее время. Друиды отмечали этот день весенним ритуалом плодородия. Это был день Фира. Эта война закончилась 1 мая 2003 года. Эта дата известна в календаре друидов как Белтейн, праздник Астрофы или Вальпургиевы Ночь. Название произошло от Вальпурги, которая была языческой богиней плодородия. С 20 марта по 1 мая совершается языческий ритуал приношения крови Земли и обновления жизни для богини плодородия. Но и лучшее время для объявления кровавой войны именно в дни ритуального жертвоприношения, как и окончание ее точно, когда и языческий ритуал. Параллели поразительны. Это все факты, написанные во многих различных источниках по всему миру и доступные для каждого интересующегося. Соединение точки между собой – это ваша задача. Но делайте ваше собственное решение, вместо того, чтобы согласиться на заключение, которое другие предлагают вам. Правильный ответ – это то, что вы решаете, что должно быть правильным ответом. Возможно, все, о чем я говорю, неверно. То есть я могу сказать то, что я думаю, происходит на самом деле так или иначе, но не существует какой-либо причины. Я думаю, обязательно для вас уделять этому внимание. Теперь вы знаете, почему они уничтожают вас. Сегодня существует столько замешательств по поводу христианства. Потому что все, что я думал имеет отношение к христианству, на самом деле к нему отношения не имеет. Если это продолжится, то это будет переворот всего. Ага, такие перемены и переворот были сознательно запланированы. Сегодня ничто не происходит в Соединенных Штатах Америки случайно. Ничто. Сегодня ничто не происходит в католической церкви совершенно случайно. Они действуют из древней надежды на то, что имеет значение быть исполнено. Если вы понимаете эзотерическое правильно, все, что вы делаете, это пытаетесь верно замешать, что так, чтобы обычные люди, как вы, не поняли того, что было сказано. Вы берете идею, и вы размещаете ее в начале и в конце предложения, а затем вы раскидываете все то, что желаете посередине, чтобы вести в заблуждение людей, таких как вы. И это все идет с древних времен и проникает в тайны религии. А пультизм полностью работает над контролем Америки сегодня, и вот почему сейчас идет война на Ближнем Востоке. Для чего все это? Это часть продолжающейся всемирной революции, это еще один шаг для развязывания Третьей мировой войны или чего-то еще, а также для одного мирового порядка и новой мировой религии. Эта информация была поддержана учеными, преподавателями, философами, докторами и разными специалистами во всех уважаемых областях по всему миру. Причина, по которой большинство людей не знает об этом, это потому, что более 80% населения получает мировые новости только от господствующих СМИ. И если вы проследите цепочку управления каждой крупной организацией СМИ, вы найдете тех же людей, что и владеют корпорациями, продвигающими все высокопоставленные чины на места в политике. Это Медиаполия. Медиаполия. Все СМИ контролируются несколькими корпорациями, благодаря им за бесконтрольную федеральную комиссию по связи. Вы имеете в виду Дисней, Фокс, Вестинг Хаус и Старый Добрый ГИИ? Они владеют сетями от CBSD и NBC. Они могут использовать их, чтобы сказать, что хотят. И задавить мнение тех, кто с этим не согласен. Или что-то про PCB. Что такое PCB? Они производятся электростанциями, построен Вестинг Хаус и General Electric. От них вы можете получить рак, а это повредит вашему здоровью. Но большим шишкам все равно. Они все сидят довольны. Спасибо корпоративному благосостоянию. Ну а что теперь? Они получают миллионы в субсидиях от правительства. Они даются для создания рабочих мест, но тратятся совсем не на это. Они используют комитет политических действий и банкноты для поддержки конгрессменов, которые проголосуют за программу вооружения снова и снова. Они позволят слить токсичные отбросы там, где играют дети. Я слышал, что GE сделал пули, которым подстрелили Кеннеди. Вы способствуете этой цепи, каждый раз покупая продукт, спонсирующий это шоу. Вот что NBC не хочет, чтобы вы знали. Так что в следующий раз... Пожалуйста, оставайтесь на местах. Пожалуйста, оставайтесь на местах. Кажется, у нас технические трудности. А для тех из вас, кто не знает об едином мировом правительстве и единой мировой религии, я предлагаю поискать в интернете по словосочетанию «Новый мировой порядок». Вы будете ошеломлены числом людей, пытающихся донести слово до народа. Это иллюстрирует вывод, что 87% населения формирует свою систему убеждений согласно идеям других людей. И только 13% формулирует свои убеждения собственной логикой и оценкой. Печально, но два величайших фактора, которые ведут к невежеству народа, таковы. Вы поддерживаете миссию? Какой же вы храбрый! Вам лучше быть действительно осторожными, очень внимательными, когда вы идете к зданию Капитолия. Будьте очень осторожны с теми, кто, как вы думаете, там ждет, чтобы помочь вам. Будьте очень осторожны. Групповое мышление. Мы все на пути к единому мировому правительству. Если только народ не скажет «Нет, такое недопустимо!» Это термин для описания группы, не желающих посмотреть за пределы несогласия со стадом. Зачастую им не хватает драйва или амбиции, чтобы спрашивать оригинальные вопросы и получать настоящие ответы. Но, что более важно и опасно, это также происходит и распространяется из-за страха показаться глупым перед лицом знакомых. «Проваливай на другой континент! Ты нам здесь не нужен!» И религия, и политика — это формы группового мышления. Такие слова, как патриотизм и вера, — это причудливые слова, в конечном счете значащие слепое подчинение. Возможно, это рассматривается как ересь или непатриотичным задавать вопросы своим лидерам. Так, страх расстроит вас превосходящего, высшую власть, заставляет стадо использовать групповое мышление, независимо от того, к чему оно их приводит. И одним из величайших примеров группового мышления является клемение того, что называется теорией заговора. Сама фраза «Теория заговора» производит яркое впечатление на обычного человека. «Убийство Кеннеди», «Зона 51», «Розуэлл», «Правительственное сокрытие», «Странные исчезновения». Эти темы, возможно, звучат слишком фантастичными для обычных людей, но и малопонятными. Так было сделано специально. Со временем из-за неправильных интерпретаций и приукрашений этих историй факты в них либо добавлялись, либо изымались. Что-то может быть правдой, а что-то ложью, но в одном можно быть уверенным. Если глобальную тайну нужно скрыть, но она начинает распространяться среди населения, лучшим прикрытием будет приукрасить или изменить саму историю, пока она не звучит нелепо. Так что происходит, когда тайна связана с правительством, а у правительства есть близкие связи с господствующими СМИ? Зная, что господствующие СМИ, как было сказано ранее и как было доказано, влияют на 80% мышления публики. Логику нельзя отрицать. СМИ любыми способами заставляют людей чувствовать себя глупыми, если они даже внимательно прислушиваются к теориям заговора. Фильмы, книги, сказки, фольклор — это все инструменты, чтобы заставить обычного человека чувствовать себя безумным, поддерживая или верив заговор. А зачем им это? Нашим лидерам нетрудно говорить нам, не верить этим теориям и не расследовать их. Не позволяйте нам терпеть возмутительные теории заговора об атаках 11 сентября. Злонамеренная ложь, которая пытается свалить вину куда угодно, но не до террористов. Самая основная языческая практика — это контроль числа населения жителей для осуществления совершенного баланса между человеком и природой. Цель — снизить население до 500 миллионов, а это более чем 90% сокращение человечества. Теперь, когда мы оставили все, о чем нас учили думать до этого момента, мы можем начать смотреть на мир, какой он есть, вместо того, что другие люди говорят нам о нем. Откройте глаза и посмотрите так, будто никогда раньше не видели мира. Вы начнете замечать, что цель — сокращение населения везде вокруг нас. Позвольте вас заверить, что абсолютно ничто из того, что я собираюсь вам рассказать, не преувеличено, интерполировано или является лишь предположением. Все, о чем я собираюсь сказать, задокументировано. Тот, кто контролирует еду, контролирует мир. Итак, они сказали в 1962 году, «Мы собираемся работать для тотального глобального осуществления кодекс Алиментариус о пищевых добавках до 31 декабря 2009 года». Это были основные принципы. Сейчас комиссия по кодексу Алиментариус администрируется Всемирной организацией здравоохранения и пищевой и сельскохозяйственной организацией. Они финансируют кодекс, а они управляют им по запросам из ООН. Так что они являются папочкой и мамочкой кодекса Алиментариуса. В 1994 году кодекс, без какого-то внимания в США, так или иначе, объявил питательные вещества наденьте свои интеллектуальные ремни безопасности, объявил питательные вещества токсинами. Это яд. Согласно кодексу, каждая дойная корова на планете должна принимать рекомбинантный гормон роста крупного рогатого скота Монсэнто. Более того, согласно кодексу, каждое животное, используемое для еды на планете, должно принимать подклинические антибиотики и должно принимать гормоны роста, суматотропины. Если вы посчитаете, в проектах этих организаций, в эпидемиологических проектах, это они расценивают, не я, что даже витаминный и минеральный комплекс сам по себе, когда это начнет выполняться глобально 31 декабря 2009 года, вызовет как минимум 3 миллиарда... Миллиарда — это не миллилитра. Три миллиарда смертей. Один миллиард — только от голода. Эти умершие люди, те, кто не был особо экономически успешен с точки зрения корпораций, но другие, два миллиарда, умрут от предотвратимых болезней. Из-за недостатка питания. А кто же будет жить? Возможно, те люди, кто достаточно состоятельны и достаточно могущественны, чтобы иметь своих собственных поставщиков здоровой еды и питания. Поэтому нужна ваша помощь, так как лидерство США — это именно то, что буквально спасет население планеты. ООН изъяло десятки публичных документов, где они призывают сокращение 80% мировой популяции. Фактически, на Пекинской конференции женщин, Всемирной конференции в 1997 году, глава ООН по программе питания сказал, «Мы будем использовать еду как оружие против людей». 66% воды в США добавляется в тариф. Это вещество, известное из-за ужасающих последствий типа рака костей, проблем с суставом, тарахитой, снижения уровня эстрогена и тестостерона, зубного флорозиса, когда желтеют зубы, и отложение кальция в шишковидной железе. Разве не было бы больше смысла в том, чтобы добавлять в воду витамины, которые необходимы для полноценного здоровья, вместо того, чтобы сбрасывать токсический химикат в нашу воду, вместе с идиотским объяснением, что это улучшит здоровье наших зубов? Теперь мы уже знаем, что фторит вызывает больше зубных проблем, чем их решает. В этом есть что-то неправильное. Вы действительно верите, что эти компании сильно заботятся о людях, тратя громадное количество собственных денег на фторизацию воды для населения, когда люди уже и так покупают их собственную зубную пасту. Но есть разница между зубной пастой и питьевой водой. Мы не глотаем зубную пасту. Если вы сходите в хозяйственный магазин и посмотрите на упаковку крысиного яда, вы найдете только один ингредиент – фторит натрия. Это самая ядовитая ионная молекула, кроме дихромата калия. Сейчас Данон, так же как и другие компании, начал фторировать бутылированную воду. Становится все сложнее избежать этой отравы. И тот факт, что фторит так же используется во многих антидепрессантах, показывает, что он убивает агрессивность и мотивацию в человеке. Фторит, насколько я знаю как врач, не имеет абсолютно никакой биологической ценности, как бы там ни было. Один из примечательных моментов в том, что в СССР проводились разного рода эксперименты над заключенными ГУЛАГа. Одним из них было, конечно же, фторирование воды. Для чего? Вы фторируете воду, чтобы люди больше не были так агрессивны. Что является активным ингредиентом в прозаке, который так широко распространяется в Америке сегодня? Да, это соединение фторида. А теперь мы находим общедоступную воду по всей стране, наполненную мышьяком, свинцом, кадмием и термионием, который является радиоактивной формой свинца. Рак? Снижение потенции, дефекты новорожденных, подавленность и умственные отклонения? Не звучит ли это как чудесное средство для каждого, кто собирается контролировать число населения? Это весьма удивительно, что специалисты по проблемам окружающей среды не изучали ничего про фторид. Вы знаете, у людей есть бессознательное доверие к их доктору или донтисту. Если вы сможете убедить докторов или донтистов, что фторид безопасен и полезен, то вы сможете донести этот лозунг до большинства народа. Люди верят своим докторам и донтистам, и таким образом продвигался фторид даже для Бернского соуса. Фторид убивал их с кот, уничтожал их посевы. Фторид, даваемый крысам, вызывал рак костей и рак печени. И эти результаты были отмечены врачами так, чтобы выглядело, будто фторид особо и не связан с раком. Пример, который мы видим, это типично, как и с другими нейротоксичными веществами, которые хорошо известны как вызывающие гиперактивность или проблемы с памятью и интеллектом. Когда я впервые представила результаты этих исследований одному человеку, который сидел и слушал их, он сказал, вы сами понимаете, о чем говорите? И он сказал, вы говорите, что мы снижаем интеллектуальность у детей. И я просто сказала, да. Из-за своего изучения этой темы и того, что было допущено до публикации доктор Муллиникс, была уволена из стоматологического центра Форсайта. Она не получала грантов, чтобы продолжать свое исследование. 66% водоснабжения США в настоящее время фторированы из-за промышленных отходов. 98% Западной Европы отвергло фторирование воды. Но зубы их детей такие же здоровые, как и зубы детей в США. Аспартам. Искусственный подсластитель, который можно найти во всех продуктах с пониженным содержанием сахара или без сахара на рынке. Итак, аспартам состоит из трех компонентов. Метанол, который, конечно же, вызывает слепоту. Аспарагиновая кислота. И фенилалалин. Это все яды. Аспарагиновая кислота, конечно, вызывает повреждения мозга, а это было известно еще с начала 70-х годов 20-го века. Метанол, технический перд, вызывает слепоту. Фенилалалин – это то, что вы видите, как оседает в вашем мозге в высоких дозах, вызывает травмы. Мы все это не придумываем. Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств публиковало об этом где-то в 80-х. Они публиковали 92 потенциальных побочных эффекта у спартама. И эти побочные эффекты, знаете ли, весьма крайне серьезные. Головокружение, проблемы с фестибулярным аппаратом, боли в животе, судороги, изменения зрительного восприятия, припадки и конвульсии. И прочее, и прочее. Так, нервная система, похоже, что одна из наиболее подверженных водейству областей, поэтому видим, как тяжело людям думать. Они чувствуют, словно бродят в каком-то облаке или тумане. Но наплевав на все пагубные эффекты, Дональд Трампсфилд протолкнулся в магазины в более 5000 наименовании продуктов, когда он был президентом Серла, компании, производящей Аспартам. Главная цель Уничтожение Среднего класса Мир не может обеспечивать 6 миллиардов человек. Вы видите, план за устойчивым развитием включает в себя сокращение населения. Это программа по контролю землепользования, контроля образования и контроля популяции. Лидеры движения за устойчивость говорят, что человеческая популяция в мире не должна превосходить 500 миллионов человек. А это сокращение на 93% настоящего уровня населения планеты. В 1992 году, когда проходила конференция в Рио, на ней присутствовал президент Джордж Буш. Он плавал на яхте принца Чарльза, где подписал протоколы плана 21 от имени Соединенных Штатов и привез их назад в Вашингтон. В течение года Билл Клинтон, в соответствии с приказом, учредил Президентский Совет по устойчивому развитию. В 1996 году Билл Клинтон запустил Президентский Совет по устойчивому развитию. Одно из положений плана 21 в том, что каждая страна в мире должна учредить Национальный Совет для наблюдения за выполнением плана 21. Я слушала, как это объяснял Горбачев. Мы пишем наборы из 10 или 15 заповедей, чтобы заменить первоначальные 10. Какие же из тех 10, как вы думаете, так не понравились этим ребятам? Не лги? Не укради? Не выжилай? Я скажу вам, почему не нравится. Эти люди врали нам, они продолжают воровать, природные ресурсы всех народов, и они жаждут всего, что у вас еще пока осталось. Пояснение карте. В красном отмечены области, что должны стать запретными для людей. Если вы живете там сейчас, то тогда уже не будете. Желтые области — это там, где будет контролироваться вся деятельность человека. Если вы живете там сейчас, то тогда уже не будете. Черные точки — это умные растущие клетки. Вот, где люди будут сложены и упакованы. В маленьких жилкомплексах вдоль железнодорожных путей. Эта программа умного роста в конечном счете уже распределила работу и позаботилась о детях для государства. Согласно кодексу Алиментариус, еда будет ограничена, и потребление воды будет снижено до 10 галлонов в день для одного человека. Это снижение более чем на 90% среднего потребления воды человеком. И наряду с нехватками пищи и воды, пища будет предоставляться генетически модифицированной и без питательных веществ. Генетическое изменение продуктов питания вызывает осложнение в метаболизме и использовании пищи для получения энергии. В июне 2003 года ученые сообщили, что цепочка генов, которые добавляли в посевы, на самом деле изменила свой порядок, и он снова перемешался. Так что генетические поправки нестабильны. Другая лаборатория подтвердила это и нашла, что изменения произошли в тех же вариантах другими способами, чем тестировалось раньше. Так что это не только нестабильны в изменении, это даже неоднородно в способе своего изменения. Это неимоверно опасно. Дефицит питательных веществ из-за запрета согласно кодексу витаминов и минералов вызовет миллиарды предотвратимых болезней. Все это в конечном счете приведет к миллиардам смертей. Вопрос тогда в том, как они это делают. Как вообще можно осуществить этот план, начиная с международного уровня и заканчивая местным? Да, у них и на это тоже заготовлен план. Теперь относительно окружающей среды существует, вероятно, несколько различных планов, но также для окружающей среды есть организация под названием МССП. Международный союз по сохранению природы. Существовавший со времен создания ООН, он не является частью чартера ООН. Это научный советник ООН. Но через МССП осуществляются такие программы, как экосистемное управление, американские реки наследия, инициативы чистой воды, законы о вымирающих видах и все правила регуляции Агентства по защите среды, службы по рыбе и живой природе США, лесная служба США, парковая служба США и так далее. Они также обсуждали права собственности в этом специфическом документе. Они говорят, что права собственности не являются абсолютными. Они не неизменны, они не являются неотъемлемыми, как Конституция или Декларация независимости США. Скорее, это сложные, динамические и движущиеся отношения между двумя или более сторонами в пространстве и времени. Как говорит МССП в биоцентрическом подходе, права природы защищены прежде всего по причине значимой ценности животных, растений, рек, гор и экосистем, нежели просто на основе утилитарной ценности или пользы для людей. Другими словами, природа на первом месте. Потребности природы важнее потребности человека. В религиозном контексте это называется пантеизм. Вера в то, что природа есть Бог. Кроме того, скажу, даже хуже. Тогда люди это члены сообщества существ, как человеческих существ, живых или неживых. Так камень теперь поднят до статуса человека, и они оба равны в глазах такой системы убеждений. Нетрудно представить, что если вы верите, что люди это причина всех проблем Земли, то это значит, что нас слишком много. Они дают два решения. Только два решения для этой проблемы. Прежде всего, считается, что сельскохозяйственный мир, в котором большинство людей и крестьяне, должен быть в состоянии поддержать 5-7 миллиардов человек. Итак, друзья, у нас сейчас 6 миллиардов человек. Это значит, что всем нам в этой комнате, или почти всем в этой комнате придется стать аграрными крестьянами, если мы примем это решение. Либо другим вариантом будет для индустриализованного мирового сообщества по нынешнему северно-американскому материальному уровню жизни оставить жить только 1 миллиард человек. Так что, если мы хотим сохранить текущий образ жизни, мы должны уменьшить население Земли где-то на 70%. В 1970 году, только три года спустя после публикации доклада «Железные горы», который призывает к тому, что если мы собираемся создать мировое правительство, мы больше не можем использовать войну как механизм для вызывания страха среди населения, что позволяет нам контролировать поведение населения через страх. И они утвердили в 1967 году в своей публикации под названием «Доклад «Железные горы. Экологический холокост». В 1970 году, через три года после этой публикации, международные отношения начали публиковать серии статей, описывающих экологический холокост, надвигающийся на мир. И в этом особом выпуске, первом выпуске, сделанном Джорджем Кенноном для предотвращения мировой катастрофы, суммируются факторы, что глобальный экологический кризис угрожает настолько сильно, что подвергает опасности всю жизнь на Земле. Если вы посмотрите на 10 самых жарких годов из отмеченных, то все они произошли в последние 14 лет, и самым жарким из них был 2005 год. Мы вызываем глобальное потепление. Это не столько политическая проблема, сколько моральная проблема. Увеличение температуры отмечено по всему миру, и это вызывает сильные бури. Действительно ли возможно такое, что мы должны готовиться к другим угрозам помимо террористов? Арктические льды быстро тают. Если это продолжится, уровень моря по всему миру поднимется на 6 метров. Вот что может случиться с Флоридой. В окрестностях Шанхая, где проживает до 40 миллионов человек, в районе Калькутты 60 миллионов человек. Это Манхэттен, мемориал Всемирного торгового центра будет под водой. Подумайте об ударе от нескольких сотен тысяч беженцев, а затем представьте сотню миллионов. Те, кто отрицает глобальное потепление, мягко скажем, ошибаются. Эллен Гудман из Boston Globe пишет, «Давайте просто скажем, что отрицающие глобальное потепление теперь заодно с отрицающими Холокост». Ученых заставили молчать, а не спрашивать об угрозе глобального потепления. У меня есть несколько друзей, которым конкретно сказали, «Если вы хотите говорить о климате, об изменении климата, то должны вы делать это только как независимый гражданин. Если вы делаете это через нашу организацию или через наш институт, вы будете непременно уволены». Как только вы поймете, сколько дыр в консенсусе решения, ваш ум может начать открываться к другой стороне обсуждения глобального потепления как целого. Единственное, с чем я могу согласиться, это то, что стало тепло за последние столетия. Они полностью игнорируют тот факт, что существует так называемая Орегонская петиция, подписанная 19 тысячами специалистов и ученых, которые не согласны с идеей, что мы сами вызываем климатические изменения. Не могу сказать, как много звонков я получал от родителей, говорящих, что их детей показали в неудобной правде безо всяких вопросов. Не только на уроках по естествознанию, но также по искусству и математике. Мне придется высказаться, что современная наука, которую мы имеем, все еще не полная, и наука, о которой нам говорила межправительственная группа экспертов по изменению климата, на самом деле неверная наука. Глобальное потепление, парадоксально, вызывает не только больше затоплений, но также больше засухи. Большие ураганы, торнадо, страшные болезни, полиомелив, туберкулез, вирус западного Нила, птичьи гриб, острый дыхательный синдром, белые медведи фактически утонули, москиты, гусеницы, коммунизм, порабощение, глобальное потепление, глобальное потепление. Аурелио Печей, создавший римский клуб «Самый внутренний круг глобальной элиты», в 1991 году заявил, «Пока мы ищем нового врага, против кого объединиться, мы пришли к идее, что загрязнение, угроза глобального потепления и им подобные отвечали бы всем этим требованиям. Все эти угрозы вызваны человеческим вмешательством, и тогда настоящий враг — это само человечество». Поймите, наконец, глобальное потепление — это полный обман. Элгор получил Грэмми и Нобелевскую премию мира за фильмы «Полные пробелов и неправды». Лед, взятый с 2000 метров под поверхностью Земли, дает нам возможность взглянуть на последние 160 тысяч лет. Мы верим, что в Гренландии средневековый теплый период был где-то на 1,5 градусов теплее в среднем, чем сейчас. И льды также показывают соответствующие теплые температуры тысячи лет назад, до существования произведенных человеком парниковых газов. Приближаясь к нашему времени, мы можем видеть, что в период между 4000 лет назад, до периода 2000 лет назад, что была эпоха Рима, температура в Гренландии снижалась по 2,5 градуса. Элгор выставляется революционером, пытающимся спасти планету, что тоже верно. Он только не говорит о факте, что спасать Землю не означает спасать вас. Согласно его плану, это приведет к массивному восстановлению права собственности Земли и крайним ограничениям на еду и воду, а также ископаемое у топлива для населения. И, пожалуйста, заметьте, что Элгор – рациональный разработчик. Ложь о глобальном потеплении очень популярна сегодня, потому что получает большое освещение в СМИ и имеет привлекательно звучащую цель спасения планеты. Но как это связано с планом 21? Результатом конференции «Саммит Земли» в 1992 году в Рио-де-Жанейро стал Киотский протокол. В Киотском протоколе говорится, что каждая страна должна решительно уменьшить использование ископаемого топлива согласно мандату ООН. Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла самых высоких уровней более чем за 200 тысяч лет. Если тенденция не изменится, ученые ожидают подъем уровня моря на более полметра в течение столетия. Цепи островов, такие как Мальдивы, исчезнут с карты, если только мы не обратим такое развитие. Большое спасибо. И в июне 2007 года 172 страны и другие правительственные представители ратифицировали договор. Если вам интересно, как же это все связано с установлением приоритета Земли над выживанием человечества согласно языческим верованиям, для каждой страны окончательный срок реализации плана 21 и Киотского протокола это до 2012 года. Продолжение следует... Если этого недостаточно, Пентагон, поврежден на 11 сентября 2001 года, будет полностью обновлен и улучшен в декабре 2012 года. Кодекс Алиментариус вступает в действие в конце 2009 года. Это дает три года для урегулирования пищевого кодекса, что создаст миллиарды предотвратимых болезней и смертей. Когда граждане каждого народа умирают от голода и болезней, боятся за свои жизни из-за глобального потепления и больших катастроф, они сделают то, что общественность обычно делала во времена большой опасности. Они будут умолять свое правительство вступиться и сделать что-либо. Как они собираются заставить вас присоединиться к новой экономике? Они скажут, у нас есть решение. Видите, одна из хитростей иллюминатов стоит в создании проблем и обеспечении своего решения, когда вы будете просить их об этом. А что предложат организации объединенных наций, когда будет глобальная проблема? Они потребуют глобальное правительство, новый мировой порядок. Именно так, как Майя, Хопи, Каюга и многие другие языческие цивилизации прорицали. К 2012 году Киотский протокол, План 21, Кодекс Алиментариус и Новый Пентагон будут работать на полную для продвижения нового мирового порядка. И очевидно, что также новой мировой религии. Мы все будем поклоняться земле, гее, богине-матери, которую мы спасли от умирания за глобального потепления. Нам будет сказано, что для неповторения ошибок, сделанных нами в прошлом, мы должны ценить землю выше, чем людей, как раз так, как требует языческая традиция. Это слишком очевидно, чтобы не замечать. Это все прямо перед нашими глазами, но все равно мы продолжаем это отрицать. Я гарантирую вам, что до 2012 года произойдет Третья мировая война, но она будет не между народами. Она будет между нами и ними. И они это знают. Как вы думаете, почему ООН регулярно пытается разоружить население и народы? Они не хотят, чтобы у нас была возможность обороняться. Доказательство этого есть в фильме, выпущенном ООН под названием «Вооруженный до зубов», где демонизируется владение огнестрельным оружием. Это также показано в политике свободы от войны, установленной Джоном Ф. Кеннеди в 1961 году. Президент Джон Кеннеди отправился в ООН в сентябре 1961 года и представил программу Соединенных Штатов для полного разоружения в мирном обществе. Во время своей речи он сказал, «Это официальная программа Соединенных Штатов Америки. Эта программа разоружения призывает США предоставить свои вооруженные силы ООН». Так, одну минуточку. Она призывает США предоставить свои вооруженные силы ООН. Программа заканчивается словами. «Прогрессивно контролируемое разоружение приведет к достижению того, что не будет государство, имеющее военные силы, для угрозы прогрессивно усиленным миротворческим силам ООН». ООН будет иметь всю военную власть. Эта политика обрисовывает довольно пугающий сценарий, когда вы вынимаете, о чем там написано. Она призывает к распуску всех национальных вооруженных сил и запрещения их восстановления в любом виде, как бы там ни было, кроме того, что требуется хранение внутреннего порядка, а также для вклада в миротворческие силы ООН. Это ясно показывает, что ООН призывает отдать все военные силы под их контроль. Осмотр и проверка должны установить, что страны выполняют омеченные ограничения или сокращения, и что они не сохраняют вооруженные силы и вооружения сверхразрешенных на любом этапе процесса разоружения. Будут уменьшены стратегические транспортные средства поставки, оружие и вооруженные силы будут уменьшены, а все миротворческие силы ООН будут укреплены. Наблюдательная мирная группа ООН будет иметь возможность расследовать любую ситуацию, которая могла бы подвергнуть угрозе или нарушению мира. Это установление постоянных миротворческих сил на планете внутри ООН и в зависимости от результатов комиссии экспертов, остановка в производстве химического, бактериологического и радиологического оружия, а также снижение существующих запасов или их преобразований в использовании в мирных целях. Мирное использование биологического, химического или радиологического оружия? Вы видите, как они извращают слово «мир» и делают так, чтобы такая политика звучала односторонне хорошей? А иначе невозможно читать это издание. Оно ясно заявляет, что все народы передадут свои вооруженные силы глобальным вооруженным силам ООН. Население США в настоящий момент около 30 миллионов человек. Национальный долг сейчас около 10 триллионов долларов. Если разделить этот долг среди американского народа, то придется по 33 тысячи долларов на каждого. И это будет расти в национальном масштабе на полтора миллиарда долларов в день с 2006 года. Сейчас с электронными деньгами, переводами и кредитными картами народ имеет все меньшую физическую ценность своих денег. На настоящий момент число денег в обороте не способно покрыть национальный долг. Это старательно планировалось еще с установления Федерального резервного банка. И следующий запланированный шаг элиты уже находится в игре. Джордж Буш подписал законопроект, утверждающий Северно-Американский Союз. Президент Буш подписал формальное соглашение, которое положит конец США таким, как мы их знаем. И он сделал этот шаг без разрешения ни от Конгресса, ни от народа Соединенных Штатов. Я думаю, что те люди, кто зависел от доллара, теперь должны сфокусироваться на валюте Амера. Это то, о чем никто не говорит, и что, как я думаю, произведет большой удар по жизни каждого в Канаде, США и Мексике. Амера — это новая продвигаемая валюта для североамериканского сообщества, которую разрабатывают прямо сейчас между Канадой, США и Мексикой для установления сообщества без границ, по многому похожего на Евросоюз. И, конечно, доллар США, канадский доллар и мексиканская ПЭСа будут заменены на Амера. Видите, доминирование бизнеса над правительством называется фашизмом. И мне интересно, скольким людям известно, что ССТС — это североамериканское свободное торговое соглашение. Потому что в главе 11 соглашения ССТС написано, «Трибунал ССТС превосходит весь американский закон, если он находится в противоречии с А. Международному регулированию инвестиционных споров Всемирного банка или Б. Комиссии ООН для международного торгового права». Вот теперь это звучит достаточно пугающе, но когда вы понимаете, что там написано, это также дает власть нарушить первую и вторую поправку, что, по сути, говорит «пока-пока» Конституции. Это ослабит национальные суверенитеты, обанкротит используемый сейчас доллар. После того, как это случится, Федрезерв потребует все долги. Когда люди не смогут погасить задолженность по внешним займам, активы будут захвачены. И как результат, также абсолютно все ваше имущество, включая вашу собственность, ваш дом, ваш транспорт, вашу мебель и даже одежду на вас. Этот план уже действует. И когда он достигнет своей цели, вы буквально станете собственностью Федерального резервного банка. Вот как будет осуществлен план 21. Изъятые земли будут отданы назад природе, а люди будут размещены в разрастающиеся мегаполисы. Так что нам делать? Есть огромная изобилия информации, чтобы каждый мог узнать, от чего ситуация сейчас выглядит такой безнадежной и неуправляемой. Но со всей честностью скажу, что есть даже больше информации о том, как защитить себя. Единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, в том, что большинство людей не знают, как применить эту информацию к своим собственным жизням, и мало кто спешит обстоятельно объяснить это. Существует много великих учителей. Учителей, посвятивших своей жизни для защиты людей, в первую очередь в этом нуждавшихся. Учитель имеет самую трудную роль в нашем обществе, потому что никому не нравится достигать истинного знания. Истинное знание охватывает все аспекты существования, хорошие и плохие. Большинство других нет. Слышать истинные знания расстраивает людей, потому что оно подразумевает, что мы были неправы в чем-то в своих жизнях. И другой недостаток характера — наше желание применить абсолютные истины к непостоянным основам в нашей жизни. Когда мы делаем так, мы строим структуру, которая, как мы надеемся, лучшим образом определит нас, когда мы достигнем конца нашей жизни на Земле. Так что все, чем, как мы думаем, мы являемся, все, что мы говорим другим о том, чем мы являемся, все, на чем основаны наши жизневажные решения, все зависит от фундамента, который может разрушиться в любой момент. И потому что нам говорили всю нашу жизнь, что есть определенные руководящие принципы и морали, которыми мы должны следовать, чтобы быть приличным человеком, мы отрицаем все, что может угрожать нашему неустойчивому фундаменту. Вот почему мы презираем истинных учителей. Мы запихиваем этих учителей в ту же категорию, что и террористов. И метод для того, чтобы определить этих учителей и террористов, в том неосновательный и смешон, как и методы, использованные для определения ведьм. Мы нашли ведьму! Можно нам сжечь ее? Сожги, сожги, сожги! Откуда вы знаете, что она ведьма? Она выглядит как ведьма! Ага, да, да! Тащите ее! Я не ведьма! Я не ведьма! Но ты одета как ведьма! Это они меня так нарядили! И это не мой нос, а искусственный! Так, ага, мы сделали этот нос. Нос и шляпу. Но она ведьма! Да, мы сожжем ее! Это вы нарядили ее так? Не-не-не, да-нет, 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 да-да, да, немного, ну немного, да-немного. У нее есть бородавка! Что заставляет вас думать, что она ведьма? Она превратила меня в Тритона! Тритона? Ну что еще? Да сожгите ее уже! Сжечь ее! Сжечь! Сжечь! Сожги! Уильям Купер, любящий отец и муж, друг многих, просто учитель, пытающийся сделать человечество лучше, защититься от граждан по всему земному шару. Они стали тайной для других. И родилось духовенство. Никакой король никогда не существовал без разрешения духовенства. У королей никогда не было власти, и нет по сей день. Короли существуют по приходи действительной власти духовенства, стоящей за троном. Это метод кодирования информации с помощью математической системы и чисел. Это кое-что из древнего знания, которым человек всегда был одержим, и оно хранилось встанье, и давалось только тем, кто подтвердил себя с лучшей стороны через процесс инициации. Есть метод для их безумства. Он действительно ненамного отличается от вашего метода. Потому что вы действуете из невежества, и пока вы это не измените, вы будете оставаться неуклюжими, сталкиваясь друг с другом, говорить и делать неправильные вещи, не понимая природу вашего противника. Если вы не понимаете природу вашего противника и оружие, которым он использует, вы не сможете сражаться с ним, вы не сможете вести битву, вы не должны даже быть на поле боя. Предположительно, репортер СНН нашел Осаму Бен Ладена, взял с собой телесъемочную команду, отправился в убежище Осамы, взял у него и его приближенных интервью, вернулся и рассказал всем вот что. В течение трех недель Осаму Бен Ладен собирается атаковать США и Израиль. Теперь, как вы думаете, ребята, это разве не странно? Видите ли, величайший аппарат разведки во всем мире, с величайшим бюджетом за всю мировую историю, пытается отыскать Осаму Бен Ладена на протяжении многих-многих лет. Но не может. А какой-то глупый репортер-бездильник со съемочной командой вальсирует прямо в его убежище и берет у него интервью. Я говорю вам, будьте готовы к большой атаке. Но это будет не Осаму Бен Ладен. Это будут те, кто стоит за новым мировым порядком. Интересно, каковы будут мишени Осаму Бен Ладена? Если это не случится, знаете, если это не воплотится в следующие две или три недели, это все равно рано или поздно произойдет, потому что они еще не преуспели в том, чтобы получить оружие из рук американских граждан. Так же, как и не преуспели в отбирании наших свобод. Итак, я могу сказать вам, несомненно, они должны сделать что-то ужасное, чтобы остановить эту негативную реакцию и вернуть симпатию стадных масс народа. Вот что такое чувствовать себя живым. Каково на самом деле наше общее обязательство? Свобода! Свобода! Без свободы вы не сможете быть христианином, независимо от того, к какому религиозному направлению вы принадлежите. Вы не сможете быть буддистом. Вы не сможете владеть магазином пончиков. Вы не можете поехать отсюда в Орегон. Вы не можете быть американцем, потому что все зависит от этого. И это единственное, от чего все зависит. Только от этого. Вы знаете, Мэри иногда понимает, что это за ужасное бремя знать кое-что из того, что я знаю. Вы пытаетесь разбудить людей и передавать им это знание, а находите, что у них есть лишь выстроенные вокруг них стены. Они хотят быть рабами. Вот почему моя радиопередача жутко пугает социалистов. Вы видите, что случается. Когда вы транслируете правду, то вы всех бесите. И это не удастся. КОНЕЦ Я согласен с тем, что единственное спасение от любого подавления или порабощения это самостоятельность, знание, сознательность. Вот что такое настоящее восстание. Не будьте среди 87% людей, которые следуют за лидером. Люди, которые думают, что они повстанцы, потому что отрицают власть просто от того, что это последняя мода. Не шагайте по улицам, заявляя, что вы просветленные, потому что прочитали книгу или посмотрели фильм, который дал вам проблеск к необычным знаниям. Не восклицайте в мегафон то, что вы заимствовали от исследования другого человека. И не провозглашайте себя оригинальным мыслителем, если вы принадлежите группе, которая представляет непопулярные убеждения. Это все примеры обратной стороны медали группового мышления, ведущего ложное восстание. Ложное восстание опасно, потому что оно дает иллюзию того, что вы свободны и думаете самостоятельно. Настоящее восстание, настоящая революция начинается, когда вы перестаете следовать и начинаете лидировать. И те, кто в конце будут следовать за вами, должны быть научены вами перестать следовать за вами и самим становиться лидерами. Единственный способ успешного лидерства – это полное понимание своих прав как человеческого существа на этой планете. На нашей стороне есть очень могущественные инструменты, названные пилем о правах и конституцией. В этих документах говорится, что никакое правительство не может лишить нас наших естественных прав. Так как это происходит? Вы должны понимать, что элитная группа, контролирующая наше правительство, нашу систему образования, сельское хозяйство и СМИ, также контролирует наше свободное предпринимательство. Свободное предпринимательство – это наша экономическая система или наше средство производства, частное владение и использование для личной выгоды. Свободное предпринимательство не может быть юридически обложено налогом, если оно не предлагает себя добровольно. Причина, почему подоходный налог кажется неизбежным, состоит в том, что почти каждая работа на планете требует, чтобы вы подписали много документов с причудливой формулировкой, заявляя, что вы соглашаетесь с представителем корпорации или юридического лица. Это все попросту значит, что когда вы подписываете рабочие документы, которые требуются в значительной степени каждым работодателям, вы отказываетесь от своих прав как физическое лицо, защищенное Конституцией, соглашаетесь представлять юридическое лицо, которое не защищено Конституцией. Этого трудно избежать, потому что если вы не подпишете документы, сбавляющие вас от прав, вы не получите работу. Итак, почему каждый работодатель добровольно платит налоги, что ведет к необходимости таких документов? Потому что если так не сделать, бизнес теряет все государственные и федеральные пособия, обеспечивающие частное или коммерческое предпринимательство. И кроме того, большинство людей просто принимает обман, что подоходный налог требуется согласно закону, даже не изучив этого. Когда ваше имя на документе написано с заглавными первыми буквами ваших имени и фамилии, это представляет капитус деминутио минима. Это совершается, когда меняются только семейные отношения человека. Это минимальная потеря прав. Когда только ваша фамилия написана большими буквами, это представляет капитус деминутио медиа, что совершается, когда человек теряет свои права на гражданство, но не свои права на свободу. Это означает, что вы можете быть оштрафованы и наказаны, но не порабощены или заключены в тюрьму. Но когда и ваше имя, и ваше фамилия написаны большими буквами, это представляет капитус деминутио максима, что показывает изменение состояния человека от свободного до невольного. Все права гражданства и семейные права теряются. Это означает, что вы можете быть оштрафованы в любом количестве, заключены в тюрьму или порабощены на любой срок только по приходи подозрения государства. Но важно отметить, что если вы юридически не принимаете на себя обязательства, согласно этим документам, заявляя, что вы отказываетесь от своих прав и представляете корпорацию, вы не должны идти под суд. Есть два вида закона на Земле, как я говорил. Один называется гражданский закон, который есть закон суши. И еще один называется морским адмиралтейством, также называемый законом воды. Морское адмиралтейство – это банковский закон. Так, следовательно, корпорации, правительства, люди, которые хотят управлять вами, они создают второго вас, и этот второй вы, которого они контролируют. И которого они создали, записывается за главными буквами. Проверьте. Каждый раз, когда вам дают приказ, либо иск, когда вы получаете штраф, билет, когда кто-то присылает вам счет из департамента воды и энергии. Проверьте это на ваших водительских правах, на карточке социального безопасности или на ваших картах страхования. Везде, имея дело с бизнесом, ваше имя будет записываться за главными буквами, потому что только за главными буквами можно иметь сделку с банками и правительством. Вам нужно проснуться и понять, как это все на самом деле работает. Потому что как только вы поймете это, вам не нужно будет представлять себя как американца в британском коммерческом предприятии под названием суд. Вы американец, вам не нужно идти в суд. Не нужно. Вы идете в суд только потому, что вы соглашаетесь идти в суд. Когда они посылают вам повестку в суд или вызывают в суд, ах да, они же вам что-то послали. Вы смотрите на это и говорите, эй, Джек, а это не я. Тут все за главными буквами. Там, где все за главными буквами, это корпорация. Те, кто обвинен при содействии этих морских адмиралтейских судов, обычно не понимают, что они добровольно оштрафованы и осуждены. Когда судья называет ваше имя и спрашивает, вы ли это имя, те, кто говорит «да», устно соглашаются представлять юридическое лицо, которое представляет это имя. Делая так, вы добровольно лишаетесь своих прав согласно Конституции. Ваши абсолютные права, как физических лиц, права на жизнь, безопасность и имущество, все они очень важны. Помните, что вы никогда не можете лишаться этих простых прав, если вы сами охотно не отказываетесь от них. Вам нужно понимать ваши права, если вы хотите быть защищенными ими. Когда так называемое устойчивое развитие выбивает вашу дверь, претендуя на право на вашу собственность, вам нужно понимать ваше неотъемливое право на вашу собственность, которое состраняется от видимой поверхности до центра Земли. Но, пожалуйста, заметьте, что эти шаги — это только начало. Они просто рассматривают симптомы, вместо того, чтобы ударить в корень проблемы. Чтобы полностью понять, как защитить себя, вам нужно понимать, откуда вы произошли. Истинную природу этой планеты душили изначально. Начиная с произглашения монотеизма и смехотворной, так же, как и незаконной в некоторых культурах из всех языческих религий и практик, лжи внедренной во все цивилизации. Вы должны задаться вопросом, почему сильным империям так угрожало язычество, если практика таких религий каралась смертью. Эта угроза не окончилась вместе с Римской империей. В Клинте, как основательной Америки, в соответствии с мандатом Великобритании, истребили индейские племена без разбора. Великобритания также продемонстрировала самые жестокие формы геноцидов в Африке, Индии, Новой Зеландии, Новой Гвинеи и во многих других уголках планеты, где до сих пор существуют языческие племена. Восточный Тимор пострадал от одного из самых жестоких геноцидов за всю историю, который поддерживался ООН вместе с финансированием от США во время администрации Картера. Форт и Киссингер посетили Джакарту, я думаю, это было 5 декабря. Мы знаем, что они просили Индонезию приостановить вторжение до дня, когда они покинут это место, иначе это было бы слишком опасно. И через несколько часов, как я думаю, после их ухода, началось вторжение, 7 декабря. То, что произошло 7 декабря 1975 года, это просто одно из великих, величайших злодеяний в истории. Рано утром бомбы начали падать на Диле. Число военных отрядов, вторгнувшихся в Диле в тот день, почти превысило число всего населения города. И две или три недели там просто было... было просто убийство людей. Так что жители Тимора бежали в джунгли тысячами. В конце 77-го, начале 78-го годов Индонезия установила приемные центры для тех жителей Тимора, кто вернулся из джунгла, размахивая белыми флагами. Те индонезийцы, кто были более образованными или кого подозревали в принадлежности к Фритилин или другой оппозиционной партии, были медленно убиты. Они также взяли женщин и переправили им в Диле на вертолетах для пользования индонезийским солдатам. Они убивали детей и младенцев. Но в те дни их главной стратегией и их главным оружием был голод. В 1978-м году его опустошительность реально достигла уровня геноцида. Церковь и другие источники оценивают потери в более чем 200 тысяч людей убитыми. США все это прикрывало. Также США обеспечивало более 90% вооружения. Прямо после вторжения отгрузки вооружения были увеличены. Когда у индонезийцев начали заканчиваться боеприпасы в 1978-м году, вступилась администрация Картера и увеличила продажи оружия. И другие западные страны делали то же самое. Канада, Англия, Голландия. Все, кто мог бы заработать бакс на этом, были там, пытаясь убедиться, что они могут убить больше жителей Тимора. Последнее, чего бы хотелось тем, кто во власти, это независимая группа или племя, дающая положительный пример для других. Важно заметить, что последователи монотеистических религий ни в чем не обвинялись, так же, как и члены масонских обществ, агентов разведки, братских орденов или политических организаций, как части тайного плана, который продвигался на всех верхних эшелонах общества. И для людей трудно принять, что язычество не более опасно, чем понимание хирургических процедур. Знание может быть очень полезным, если правильно применяется, но оно также может иметь очень губительные последствия, будучи неправильно использованным или злоупотребленным. Поймите, что большинство этих проблем получат не по ошибке, а по задумке. Большинство людей не понимает, что цвета, формы, лозунги и фразы, а также биологические циклы используются как талисманы, чтобы воздействовать на человечество на эмоциональном и духовном уровне. Цвета используются гипнотически на любом новостном канале или корпоративной рекламе. Продукты пастфуда типично используют энергичные красные и желтые и белые цвета в своих ресторанах, чтобы вызвать у покупателей чувство спешки и неугомонности. Это позволяет быстро отцелектировать покупателей на входе и выходе, чтобы провести по цепочке еще больше покупателей. С другой стороны, изысканные рестораны используются очень земные и природные цвета, так же как и мягкие зеленые, голубые или коричневые, чтобы успокоить чувства и обеспечивать более продолжительный и умиротворенный прием пищи. То же самое относительно музыки, проигрываемой в этих предприятиях. Особые музыкальные нотации и прогрессии могут давать расслабляющий или возбуждающий стимул для тела без нашего ведома. Музыкальная индустрия идет даже дальше и использует естественные сердечные ритмы, вписывая их в темп популярных песен. Вот почему так часто в поп-музыке используется темп в 72 удара в минуту. Музыка – это не продукт культуры. В 1986 году Национальная Академия Наука открыла, что дети предпочитают совместимые звуки как совершенные пятые, а не диссонансы. Это только маленький пример нашей природной способности понимать звук. Так что будьте очень осторожны, сажая ребенка перед телевизором или рядом с магнитолой. Те, кто уверен, что дети не могут понимать жестокость на телеэкране или агрессию в музыке, мыслят только левым полушарием мозга. Ребенок может не понимать рационально слова или действия на экране. Но правое полушарие даже у детей может полностью понимать все в своем непосредственном окружении, потому что оно передает чистоту, которая способна воздействовать на нас даже на субатомном уровне. Наука даже подтвердила, что правильные звуковые вибрации существенно полезны для здоровья растительности. Изучение многих экосистем показало, что когда специфические виды начинают вымирать или уходить из занятой области, и другие виды заменят их в песенные шаблоны, чтобы включиться в общую гармонию вибраций, необходимой для процветания растительной жизни. Все то, что известно как талисманы, старательно используется корпорациями и СМИ. Лозунги также используются, чтобы разжечь определенные эмоции психики. Когда обычный человек слышит слова террор, взрывы, выстрелы, убийства, война, ликвидация и так далее, тело и ум отвечают усиленной настороженностью и вниманием. И когда такие события, как убийство больших лидеров, бомбардировки, терроризм или война, происходят в больших масштабах по всему миру, тело отвечает различно в разное время, что отмечается биологически и астрологически. Трагические события, связанные с сектой ветв Давидова, Уэйко, взрывы в Оклахоме забрали жизни мужчин, женщин и детей, погибших в огне 19 апреля. Эта дата – языческий праздник, когда совершались человеческие жертвоприношения в огне. Трагические события 11 сентября 2001 года произошли согласно календарю Майя в дату 6 маха и представляют смену большого счета. А когда США атаковал Афганистан 7 октября 2001 года, это, согласно майянскому календарю, была дата 6 кина, что представляет баланс. Пожалуйста, поймите, что это не было пророчествами или предсказаниями. Нигейцы Майя просто понимали естественные циклы организма. Таким образом, эти несчастливые события не случайны. Нужно только взглянуть на результаты главных политических решений Соединенных Штатов со времен основания ООН, чтобы ухватить направление главной цели. Каждая большая война, политическое убийство, террористическая атака или выявление ослабления безопасности имеет две распространенные особые темы. Первое. Несчастный случай создает международные новости, чем пугает и злит публику. И второе. Результат, неважно что именно, это всегда расширение правительства и разрушение конституционных свобод. И неважно, каким будет объяснение этого, результат всегда скажет правду. Ребенок всегда дает величайшие отговорки, каждый раз ему слишком больно, чтобы идти в школу, но это всегда происходит в день контроля на работе, и по результату открывается правда. Главные информационные агентства могут дать каждое объяснение из книг, как и почему объявлена война, почему кого-то убили, и от чего произошли теракты. Но все, чем это заканчивается, это к расширению правительства и уничтожению конституционных свобод, и по результату открывается правда. А по причине того, что большинство населения полностью игнорирует естественные биологические циклы человека, им остается лишь принять, что эти события не имеют причины, а просто случайность. И катаясь по полу, и пытаясь защитить себя от жара, и находясь в черноте, не способен увидеть, но голоса тех за мной кричат, частично доносятся до меня. Я узнал, кто они. Я могу опознать голоса. Они собираются войти и убить меня? Нет, нет. Никто не идет. Генеральный прокурор Дженет Рено во время интервью в передаче «60 минут» высказал свое мнение о случившемся. Она предположительно определила культиста, как кого-то с сильной верой в Библию и второе пришествие Христа, кто часто посещает занятия по изучению Библии, кто делает большие пожертвования христианским организациям, кто учат детей на дому, кто собирает пищу для выживания и крепко верит во вторую поправку, и кто не доверяет правительству. Поэтому любой, кто заботится о своей свободе вероисповедания и гражданских свободах, должен рассматриваться как угроза американскому образу жизни. Или попросту как террорист. Согласно федеральным властям, вторая бомба была обнаружена внутри федерального здания в Оклахоме. Взрыв произошел в 9.00 утра и сделал то повреждение, которое вы сейчас видите. Я только взгляну еще раз на улицу у здания Мюрри. Я вижу еще один грузовик с бомбой на подходе. Очевидно, они собираются попытаться вывести эту третью бомбу, о которой говорилось. В настоящее время бригады врачей в центре не способны войти в развалины, чтобы извлечь больше раненых из-за присутствия бомб в этом месте. В полицейском участке мне сказали, что как только эти бомбы деактивируют, они позволят бригадам врачей войти. Теперь мы также получаем свести от некоторых свидетелей, которые они услышали от пожарных, которые первые прибыли на место происшествия, что была возможность того, что там находилось второе взрывное устройство, помимо взрывного устройства, подложенного машину снаружи здания, и что это устройство могло быть размещено рядом с детской комнатой. Также нам сейчас сказали, что президент Клинтон посылает антитеррористические отряды сюда, чтобы смотреть за ситуацию и разобраться, что на самом деле произошло, и какая еще опасность может грозить Оклахоме. Это заставляет задуматься. К сожалению, в этот раз, как мы вам говорили, два других взрывных устройства не были найдены. Они не сработали, но должны были быть больше, чем первые. Сообщения, которые я получил, были о том, что первые устройства деактивировали. Очевидно, есть другое устройство. И явно, чтобы не сделало это повреждение зданию Мюррия, оно потрясает. Это очень сложное взрывное устройство. Президент Клинтон только что вызвал Фрэнка Киттинга, губернатора Фрэнка Киттинга, и он сказал, что три антитеррористические команды ФБР прямо сейчас направляются в Оклахому. Они говорят, что это работа особой группы. Это очень сложное устройство, и оно явно должно было быть сделано экспертом по взрывотехнике, судя по виду этого взрыва. Теперь департамент юстиции сообщает, что в здании Мюррия в Оклахоме было найдено второе взрывное устройство. Мы должны узнать больше, когда бомбы будут деактивированы. Я думаю, что это было большое вмешательство судьбы, о чем мы упоминаем. Трудно говорить об удаче в такой день, как сегодня в Оклахоме. Но это было большой удачей, что бомбы были разряжены. С помощью материала бомбы мы будем в состоянии узнать, кто совершил это злодеяние. Первая бомба в федеральном здании действительно взорвалась. Она нанесла повреждения, которые вы здесь видите. Второе взрывное устройство найдено и обезврежено. Третье взрывное устройство из найденных, над которым сейчас работают, как мы говорили, и я так понимаю, что и второе, и третье устройство, как вы можете представить, были больше первого. Первая бомба в федеральном здании действительно взорвалась. Она нанесла повреждения, которые вы здесь видите. Первая бомба в федеральном здании действительно взорвалась. Она несла повреждения, которые вы здесь видите. Есть другая проблема. Согласно этим группам, исполнительное отделение пытается захватить большую политическую власть, и есть кое-что сомнительное в последствии взрывов в Оклахоме. Не должно быть так, чтобы американцы волновались, что их телефоны могут быть прослушаны. Не должно быть так, чтобы американцы беспокоились, что их записи о кредитах могут отслеживаться в ФБР, даже если они не вовлечены в какую-то преступную деятельность. Первый проект Билли об антитерроризме давал столько свобод, что позволял властям определять как акт терроризма, преследуемого федеральным правительством, всю от угрозы вашему супругу оружием до блокирования клиники по абортам. Пока антитеррористические Билли просят снять новые полномочия, Американский Союз гражданских свобод и другие также беспокоятся о многих исполнительных приказах, малоизвестных публике. Эти приказы может отдать президент, федеральное агентство и военные, почти диктаторская власть. Поговорите где угодно с любым полицейским чиновником, и очень скоро он начнет перестрелку. В февраль 1997 года два грабителя банка в бронжилетах с автоматами Калашникова устроили сражение с полицией на улицах Северного Голливуда, Калифорния. Это был худший кошмар любого полицейского офицера. Полицейских перестреляли плохие парни. Одно из распознанных оружий позволяло пробить бронжилет со 180 метров. После перестрелки в Лос-Анджелесе запросы на дополнительные автоматы резко увеличились. Только полицейский департамент Лос-Анджелеса получил дополнительные 600 винтовок М-16. В национальном масштабе это количество за год удвоилось. Многие департаменты решили выдать винтовки рядовым патрульным офицерам на ежедневную должность. И все это из-за одной перестрелки в городе. До настоящего момента этому ребенку не был поставлен диагноз. Он страдает от литинной лихорадки и погибает. Мы слышали, что умерло полмиллиона детей. Я имею в виду, что это больше детей, чем погибло в Хиросиме. Действительно ли это цена того стоила? Я думаю, это очень трудный выбор, но цена... мы думаем, цена того стоит. Стоит. Потому что она верит, что санкции действуют. В ноябре 1997 года бывший генеральный прокурор Рэмси Кларк возглавил делегацию Центра международной деятельности в его седьмой поездке в Ирак для расследования продолжающихся последствий и санкций ООН для населения. Мы были шокированы от того, что увидели. Почти полное отсутствие медикаментов, медицинского обеспечения и запасных частей для оборудования. Несмотря на героические усилия медперсонала, младенцы, дети и хронические больные продолжают умирать в большом числе. Правительство США заверяет, что нужно виниться Адама Хусейна в сложившемся кризисе. Какова же реальная причина этих страданий? Санкции. Они – это расширенное дополнение войны США против Ирака 1991 года. Целью было искалечить инфраструктуру Ирака и подорвать жизнеобеспечение граждан. Мы демонстрировали способность технологии нанесения ущерба стране, даже никогда не вступая на ее территорию, что было в Персидском заливе. Важно тут увидеть, что это также идет нога в ногу вместе с санкциями. Когда мы просто говорим, что за 42 дня мы сделали 110 тысяч воздушных вылазок, в среднем одну на каждые 30 секунд 24 часа в день, мы игнорируем то, что на самом деле сделали. Чиновники сказали, что список убитых был на 288 человек и даже больше. Грузовики продолжали наполняться и уезжать, а ждущие родственники знали, что они никогда не могли бы иметь возможность опознать их. и уезжала своих близких. Сообщество Эмилья почнило одной из первых похорон оруженными выстрелами в знак горя и ярости и со злыми словами в сторону зарубежных журналистов. «Моя мать, она мертва!» – кричал этот молодой человек. «Моя мать, она мать, она мать, она мать, она мать!» «Эта женщина спросила, разве вся ваша современная технология не могла вам сказать, что тут были женщины и дети?» Билл Блэйкмар, ABC News, район Эмирия, Пагдад. «Мы разрушили каждое зернохранилище или что-либо еще для хранения пищи во всей стране. Мы уничтожили все хранилища для обработки кормовых растений по всей стране Даже финики, а это величайший в мире экспортер фиников Известные отрасли по обработке и упаковке растений в Багдаде преднамеренно разрушены Мы не хотели, чтобы у них была возможность себя кормить на долгое-долгое время Мы все знаем об известном небольшом заводе по производству сухого молока Правительство США говорит, что на этом заводе изготавлялось химическое оружие Это правда? Нет, это не правда, это ложь, потому что там было молоко для детей Сухое молоко для детей Производилось только это? Лишь только это на заводе? Да, и вы это можете сами увидеть Единственной фабрикой на Ближнем Востоке, производящей сухое молоко Выпускалось порядка 17% необходимых всем продукта Но мы это уничтожили Попорвали поставки молока Недоедание матерей немедленно подвергло опасности всех детей 70% беременных женщин в Ираке даже сегодня страдают от анемии Показатель смертности для детей взлетел в сравнении с 1989 годом Последним годом до применения санкций Одна из главных причин смертности иракских детей сегодня Диарея и дизентерия из загрязненной питьевой воды Иракские водоочистительные станции тщательно бомбардировались во время войны И многие из восстановленных сломались ООН запрещает импорт в Ирак запчасти и хлора для водоочистки Мы видим последствия этой политики в больницах Это второй приступ острой кровавой диареи и амебной дизентерии Большинство болезней происходит из-за загрязнения воды Он плохо питается, анемичный, с весом ниже нормы, с задержкой развития Понос и рвота У вас есть здесь водопроводная вода? Нет Вы видите состояние детей, которого просто не должно быть Не должно быть нигде, но оно вызвано санкциями, примененными правительством Соединенных Штатов Все, 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 по-моему Для, по-видимому, безнадежного сражения решение всех проблем простое Единственное оружие у них против нас Это держать подальше от нас знания о нашей истинной природе Каждодневная жизнь, которую мы воспринимаем пятью органами чувств, это нереальность Квантовая физика показала, что пространство и время — это иллюзия и восприятие Поэтому наши тела на самом деле не могут быть реальностью, если занимают место в пространстве Эрнест Резерфорд проделал эксперимент в Манчестере, который открыл ему вид на то, из чего состоит атом Ученые были шокированы открытием, что атом почти полностью состоит из пустого пространства И тогда встал вопрос, как может этот пустой атом творить твердый мир вокруг нас? Наше истинное сознание не существует в наших мозгах или наших телах Но эта иллюзия наших индивидуальных тел, наряду с дезинформацией о нашем истинном происхождении Породила идею о том, что мы все мыслим независимо друг от друга Из-за этого недоразумения становится невозможным научно объяснить телепатию, ясновидение, спиритических медиумов и другие феномены Имеющие дело с передачей информации между источниками без физических средств для коммуникации Но когда вы поймете, что существует общая духовная связь между всеми вещами во Вселенной И что мы все часть единого божественного разума, не останется каких-либо необъяснимых феноменов Это простое объяснение заполняет все пробелы в современных религиях Оно объясняет реинкарнацию, дежавю, предсказание будущего И буквально каждое событие, происшествие или аномалию когда-либо переждает Белая материя самых основных строительных блоков воспринимаемого бытия податливы и формируется намерением Это означает, что сознание формирует реальность Это трудно принять для большинства, что, конечно, понятно В наше время нас всех учили с ранних лет, как надо думать рационально и материально Это тот самый левополушарный метод образования, и от него идет гораздо больше травмирующих последствий, нежели думают Левое полушарие мозга работает с логикой, деталями, фактами, шаблонами, практикой, наукой и математикой Тогда как правое полушарие имеет дело с чувствами, интуицией, символами, картинками, риском, философией и религией С преднамеренной подачи для контролируемых правительством образовательных учреждений Поколение за поколением молодежи обучалось фокусироваться только на фактах, фигурах и числах Повторение использовалось для бессознательного принятия детьми того, что они изучают Дети не обоощрялись за их вопросы по поводу аргументированности получаемой информации, а только высмеивались Однако те дети, кто слепо принимал информацию как верную и просто выдавал эту информацию по команде в то время, когда проводилась проверка становились теми, кто принимает решения в нашем правительстве, юриспруденции, медицине, бизнесе и в любой другой деятельности, имеющей власть и престиж Наиболее пагубное влияние от ограничения целостного мышления всем мозгом до только левополушарного мышления известно также под названием подавление женского начала Каждый мужчина и женщина имеют в себе и женские, и мужские качества, это не касается только пола, мужчины или женщины Это представляется левым и правым полушариями мозга, инь и ян, черное, белое, светлое и темное и все остальные дуальности Обе части жизненно важны для нашего духовного и физического здоровья В Древнем Египте женщина была законной наследницей трона, избранный ее мужья мужчина становился фараоном Эта традиция богинь была уничтожена для установления патриархального с доминированием мужского начала общества, которое, как мы видим, постоянно укрепляется во всех основных религиях После подавления женского начала в каждом обществе и приведения людей только к левостороннему мышлению, естественная способность человечества чувствовать земную, космическую и личную энергию утерялась Традиции, передаваемые через шаманов, ведунов, магов, мудрецов и всевозможных пророков, признавались вне закона и высмеивались Либо находили свое отражение только в каком-то голливудском фильме Каждая религия говорит о том, что мы дети бога и имеем божественное внутри нас Если перестать представлять бога человекоподобным и понимать, что бог это скорее нечто вроде духовной паутины, взаимно сплетающей все сущее, во всех религиозных писаниях появится много больше смысла Наши тела это просто транспортное средство для несения духа и сбора опыта для божественного разума Именно так возможна эволюция Научно доказано, что все виды развиваются в более сложных существах Врожденные знания или расовая память внутри всех видов это понимание всеми новорожденными автоматически в определенных деталях и черт, которым их не обучала мать Таким образом, врожденное знание помогает каждому виду естественно развиваться по направлению к более сложным организмам Лайл Уотсон заверяет, что японский ученый наблюдал эффект сотой обезьяны в 1952 году В своем наблюдении он открыл, что когда определенное число или процент обезьян научится или разовьет новую особенность, это знание становится врожденной способностью для всех особей Это еще одно доказательство коллективного сознания среди видов Все существующее имеет в себе естественную вибрацию от наших атомов до необъятной вселенной Чтобы показать простую связь между Землей и нашими телами, взгляните на гармонические и фокальные точки нашего тела, более известные как чакры Так же как есть гармонические и фокальные точки на гитарной струне, есть места внутри наших тел, там где вибрации находятся в пике Согласно восточным философиям, эти семь чакр используются для обеспечения здоровья и баланса физического и духовного тела Наша планета Земля также имеет семь чакральных точек на равноудаленных расстояниях друг от друга По одной чакральной точке на каждом континенте Корневая чакра находится на горе Шаста, штат Калифорния, США Горловая чакра находится на острове Солнца возле Титикака в Южной Америке Чакра солнечного сплетения в Улуру-Катат-Юта в Австралии Сердечная чакра в Гластенбере или Шафтсбере, Англия Горловая чакра находится там же, где и великие пирамиды Гиза в Египте Чакра третьего глаза находится в Пух-Эм-Алексиах в Иране И, наконец, коронная чакра на горе Кайлаш в Тибете Саучно это объясняется так, что в ядре нашей Земли есть литой железный кристалл, резонирующий приблизительно на частоте в 7 Гц Существуют энергетические вихри по всей Земле, там где излучается электромагнитная энергия Несколько сильных вихрей окружает экватор, где происходят очень странные аномалии, такие как неисправность радио и компасов, наряду с исчезновением самолетов и кораблей Вы могли слышать о таких случаях Неосязаемые стороны нашего бытия, такие как эмоции, являются частью истинной реальности высшего сознания Если эмоции это часть реальности, которую мы не способны переживать нашими пятью чувствами, то как же мы тогда вообще осознаем наши эмоции? То, что большинство людей считает эмоциями, на самом деле не сами эмоции То, что мы переживаем, это физическое проявление этих эмоций Гнев вызывает возмущение в психике, которая проявляет себя в эго Такие проявления вызывают увеличение сердцебиения, повышение температуры тела и порождают много других физических явлений, показывающих гнев Как музыка из радио это физическое проявление неосязаемого сигнала, так и наше переживание эмоций это физическое проявление неосязаемого сигнала Было показано, что наши эмоции имеют свою вибрационную частоту Более того, есть только две эмоции, переживаемые человеком Страх и любовь Все любые другие эмоции происходят прямо или косвенно от этих двух эмоций У страха длинная и медленная частота вибраций, тогда как у любви очень быстрая и короткая частота Чтобы показать, что вибрация это сама основа бытия, Ганс Джинни разработал то, что известно как кематика В 40-х годах 20-го века он показал, что когда звуковые вибрации проходят через какую-нибудь среду, они создают определенные узоры С увеличением частоты, среда формирует более сложные узоры Это именно то, что происходит с нашей Землей и человечеством Существует 64 возможных кода аминокислот в структуре нашего ДНК, созданного четырех элементов Углерод, кислород, водород и азот С точки зрения логики, у нас должны быть активированы все 64 кода в нашей структуре ДНК Однако в настоящий момент у нас активировано лишь 20 кодов Из этих 64 возможностей получается, сейчас для нас работает только 20 кодов 20 аминокислот Существует переключатель, который включает и выключает коды в местах их расположения И этот переключатель является тем, что мы зовем эмоцией И здесь мы впервые видим, что шаблон эмоций напрямую физически связан с генетическим материалом человека Итак, страх это длинная медленная волна эмоций Таким образом, эта волна страха, будучи длинной и медленной, соприкасается с несколькими определенными местами в ДНК Так, живущий в страхе индивид ограничен в числе антенн, которые ему доступны Рассмотрим индивида, живущего в любви Здесь показано состояние любви и ДНК Вы можете это видеть, это высокая частота с короткой длинной волны У нас есть много больше потенциальных мест для кодирования на протяжении генетического образца Эта информация, это просто удивительно Здесь мы впервые когда-либо наблюдаем прочную цифровую взаимосвязь между эмоциями и генами Это важно понять, потому что другой исследователь Владимир Попонин измерил маленькие частички света, называемые фотонами, внутри вакуумной трубки Фотоны были рассеяны, как и ожидалось Затем в вакуумную трубку был введен образец ДНК, и они вновь замерили фотоны Они обнаружили, что частички света располагают себя вдоль оси ДНК Затем, когда они удалили образец ДНК, фотоны продолжали равняться по той же форме молекулы ДНК Когда самой молекулы там уже не было Это известно как эксперимент с фантомным ДНК Наука теперь соединила очень важный пробел между физическим и эфирным или духовным Наши эмоции напрямую воздействуют на структуру нашего ДНК, тем самым формируя физический мир, который мы переживаем ежедневно Так что оставленные древними послания, о которых мы говорили сегодня, были более чем пророчества о едином мировом правительстве или новом мировом порядке Теперь мы понимаем, почему изучение небесных тел было таким важным Повороты орбиты небесных тел делают так, что наша Вселенная работает как часы, чтобы потом записывать изменения и транзиты Это помогало древним понять, что изменения в небесных телах отражаются в изменении на всем существующем 21 декабря 2012 года это просто естественный переход от одной формы энергии к следующей Трансцендентная эволюция человека Эта дата известна как нулевая точка Наше Солнце, так же как и наша планета Земля, теряет свое магнитное поле и Земля замедляет свое вращение Все время ее основная резонансная частота, также известная как резонанс Шумана, увеличивается в согласии с предсказуемой последовательностью теории Фибоначчи На клеточном уровне наши тела отвечают на электромагнитные импульсы Древние называли это священным круговоротом Клетки получают этот импульс из мозга, который получает этот импульс из сердца, который в свою очередь получает этот импульс от Земли Этот импульс исходит из Солнечной системы, которая туда попадает из галактики, где оказывается в конечном счете пришедшим ото всей Вселенной Мы буквально делим импульс со всем бытием Еще один пример того, что все едино На протяжении того, как ученые записывали пульсации Земли, их частота составляла приблизительно 7,8 циклов в секунду Это число было постоянным до периода между 1986 и 1987 годами Частота начала быстро расти до 9 циклов в секунду уже в 1996 году Так, за одно десятилетие она выросла на почти 2 цикла в секунду К 2012 году эта пульсация будет около 13 циклов в секунду, прямо как показывает теория Фибоначчи Что это значит для человечества? Как показала кематика, более высокие частоты приводят к более сложным узорам Так что сейчас мы переживаем начало главной смены физических и духовных вибраций Трудно понять, что на самом деле произойдет с нашими физическими телами Но древние писания языческих, монотеистических религий, мистических школ и тайных братских орденов Все дают признаки того, чем может быть этот опыт Это будет смена эпох, трансцендентальный период основательных перемен для человечества Неподготовленные для этого перехода, вероятно, не будут в состоянии справиться с быстрыми изменениями психики Единственный способ подготовиться к тому, что произойдет, это то, что мы искали всю нашу жизнь Правда Не правда о правительствах, торговле, религиях, терроризме или чем-то внешнем Но правда внутри нас самих, внутри нашей психики и внутри нашей тени Особенно в западных культурах нас учили, что быть нормальным означает только быть счастливым и никогда не быть грустным Только любящим и никогда злым, только прощающим и никогда ревнивым Это звучит долговидным, но на самом деле не так Мы не предназначены, чтобы подавлять любые отрицательные эмоции, потому что это вызывает дисбаланс Для победы над нашими эмоциями мы должны принять их, а не сражаться с ними Мы должны признать их и позволить им служить своему предназначению и нам учиться от них Древняя культура Есиев оставила учения, возраст которых около 6000 лет Они учили, что наши отношения друг с другом со Вселенной и ситуациями и событиями Это зеркальное отражение частей нашей души, которая нуждается в очищении Исследователь Грег Брейден красиво объясняет эту часть знания в большом объеме в своих трудах Он проделал большую работу в понимании областей, где происходит союз между наукой и духовностью Очень важно понять, что когда вы боитесь потери, боитесь смерти, боитесь войны, боитесь терроризма или боитесь перемен Вы тем самым даете возможность другим контролировать вас, основываясь на этих страхах Когда вы сражаетесь против бедности или против расизма, когда сражаетесь за отношения или за свободу Вы внешне пытаетесь подавить то, что появилось перед вами для свершения победы внутренней Эти ситуации — отражение наших страхов Вот почему так важно любить и только любить Любить тех, кто стоит рядом с вами, но особенно тех, кто стоит против вас Не смотрите на свои страхи как на угрозу Вместо этого поймите, что этот материальный мир — это только физическое представление либо любви, либо страха в вашем сознании Это ясно как день Все, что вам нужно победить в вашей жизни, находится в вас Если вы хотите понять, чем являются ваши настоящие внутренние страхи, проанализируйте свои амбиции и свои комплексы Все, что здесь объяснялось о тайном плане элиты, в этом нет ничего, чего стоит бояться Они старались тысячи лет за кулисами, чтобы манипулировать человечеством И это работало до настоящего момента Это очень просто для любой системы мышления, религии или чего-то еще Это очень легко играть на нашей незащищенности Хорошо уверить нас всех, что о нас позаботятся А мы это с жадностью принимаем Так что не вините религию Вините свою собственную незащищенность, которая позволила религии процветать Которая позволила стольким многим системам мышления, ослабляющих нас, процветать на протяжении всей истории Вот почему нам от этого не уйти Рон Сэтшли, председатель кафедры химии в Калифорнийском университете в Беркли Показал, что ДНК действует как антенна для клеточной регуляции Первичная функция ДНК, согласно исследованию, заключается в том, что это приемник и передатчик фотонов света и фотонов звука Для чего? Клеточной регуляции Значит, что молекулы воды и пирамидальная энергия вокруг спирали возбужденных цепочек ДНК Берутся из духовной энергии вибрации и любви И затем посылаются вовне для проявления восприятия в квантовом поле физической материи тела Это частоты герц или число циклов в секунду, на которые музыканты могут настраивать свои инструменты чтобы играть или экспериментировать Зачем? Опять же, это звукоряд создателя, оригинальное сольфеджио, запрятанное на 3000 лет Библии Так что древние жрецы знали, как поднимать в воздух громадные камни для строения пирамид масонское знание, известное еще до древнего Египта Возможно, они имели информацию, что эти частоты служат как функция созидания, разрушения и чудес производимых от имени уполномоченных людей, у кого был доступ к этому знанию Я сказал это метафорически В этом и разница между властью нашего создателя и какой-либо другой Например, властью зла Но вы можете войти в черную как смоль комнату, в полную зла, в полную тьмы И зажечь маленькую свечу И тогда немедленно тьма бежит Но вы никак не сможете сделать противоположное Вы не сможете зайти в залитую светом комнату, полную правды, мудрости, праведности, радости, здоровья и гармонии с силами Вселенной И принести туда хоть сколько-нибудь тьмы Так что бы, войдя с ней в залитую светом комнату, увидеть какой-либо эффект Это метафора, над которой я часто думаю, когда появляются мысли о том, что у меня нет никакой власти Это величайший урок для меня, и я думаю, что для каждого знать, что мы находимся на стороне победителей И что в конце мы победим Смотря этот фильм, поймите, что это не бой, в котором нужно сражаться Это не развязанная война Не допускаются права на оружие, но и не поднимется ни один палец Большинство людей удивляются, как один человек способен все изменить Они спрашивают, что если все это настолько просто и что эта информация доступна Почему же кто-то еще не победил их страхи и не изменил мир для других? Это самая трудная и красивая загадка в нашей жизни Ваша реальность затрагивает вас и только вас Ваше любопытство привело вас к этой информации, чтобы послужить особой целью в вашей жизни Чтобы визуально понимать, что Вселенная на самом деле голограмма Профессор математики Ельского университета разработал формулу, использованную в компьютерной программе По его фамилии ее назвали множеством Мандельброда, и она показывает кажущийся хаотичным узор Но неважно, насколько вы приближаете или удаляете изображение, вы всегда найдете один и тот же узор внутри всего узора Каждый фрактал разбивается на бесконечно малый, но при этом всегда будет отражать все целое Когда один фрактал меняет свой узор, общая суммарность всего узора меняется вместе с ним Это иллюстрирует, что не нужно пробуждать весь мир Нет никакой гонки за то, чтобы проинформировать 6 миллиардов человек этим посланием Важно лишь, чтобы лично вы научились побеждать ваши главные внутренние страхи и научились любить Когда вы видите, чем являются ваши страхи и управляете своими эмоциями, то лишь тогда вы по-настоящему свободны Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok